Скажи своему соседу, не искушай дьявола, искушай тебя. Давайте откроем книгу Иова, 1 глава, 6 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Это говорит Бог, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего?» На что именно обратил? Что это значит для вас? Здесь использована идиома, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Ибо нет такого, как он на земле. Почему нет такого, как он? Ниже говорится, что он человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Он не имеет никаких дел со злом, неверностью, непослушанием. Стих 9. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов?» Ты думаешь, он даром все это делает? Ты думаешь, что Иов боится и повинуется тебе даром? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил. После того, как ты благословил дело его рук, скажи мне, почему бы ему не повиноваться тебе? Вот что сатана говорил Богу. Ты говоришь, он непорочный и праведный? Разве он даром такой? После того, как ты благословил дело его рук, его домашних, скажи мне, почему бы ему не быть непорочным и праведным? Давайте откроем 1 Коринфянам, 10 главу, 13 стих. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Послушайте, мы перешли от Иова к 1 Коринфянам. Если вы соедините эти стихи вместе, то увидите, что они очень взаимосвязаны. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Не искушайте дьявола искушать вас. Вы знаете, что Иов этого не делал. Вы знаете, что сатана пришел к Богу. Дух, который снизошел на Иисуса, должен был сделать его смиренным и в то же время сделать его сильным. Если вы полагаетесь на свои силы и искушаете дьявола искусить вас, то это не смирение. Потому что вы используете эту силу, благодать, как если бы это было вашим. Нам дана сила не для того, чтобы использовать ее по своему произволу, но по воле Божьей. Вот почему вы не можете просто подбежать и просить, «Человек Божий, помолитесь за меня». Если Бог оставит вас с вашей силой молиться за одержимых, то, скорее всего, вы «освободитесь», в кавычках, а не тот, за кого вы молитесь. нам надо быть осторожными в испытаниях. Я имею в виду, нам надо быть осторожными, чтобы не впасть в искушение. Но если Бог допустит это как испытание или проверку, вы не должны считать это чем-то странным и сомневаться в вашем защитнике. Если Бог позволяет дьяволу испытать нас, то это только укрепит нас, а не ослабит. Если Бог позволяет дьяволу искушать нас, то это только сделает нас сильнее. Если человек утверждает, что он христианин или пастор, оставьте его, потому что отголосок будет большой. Если мы говорим во имя Иисуса, будь исцелен, и мы не были посланы Иисусом, то это скорее вас освободят, в кавычках, вместо того, о ком вы молитесь. Вот если я не пастор или не христианин, и я это знаю, я просто проповедую христианство, но я не христианин, а внутри вас есть Дух, неважно какой, будь то Дух Походи, Дух Убийства или Разрушения, и я простираю свою руку и говорю, во имя Иисуса Христа, будь освобожден, но я не послан Иисусом, то я буду освобожден, а не вы, то есть тот Дух, который в вас войдет в меня. Тот Дух, который беспокоил вас, войдет в меня в виде проблем. Он не оставит вас, Дух останется, но Он как бы размножится. Употребляя имя Иисуса, я перейму у вас бедствие. Представьте, за скольких людей я буду молиться. Это сегодня проблема. Вот почему вы видите сегодня, что служения не возгораются повторно. Есть много денег, но нет огня. У нас есть машины, деньги, большие счета по всему миру, но нет огня. И дьявол знает об этом. Вот почему меня атакуют повсюду. Они понимают, что у них нет огня, и потому от них идут постоянные нападки. Они осуждают меня, предъявляют иски. Они сражаются внешним огнем, потому что нет внутреннего. Это происходит потому, что мы искушаем сатану искушать нас. Как именно мы искушаем сатану? Когда мы полагаемся на свои силы и искушаем сатану искусить нас, Иисус оставит нас нашей силой. Но, как я уже говорил, если Бог допускает это испытание, если Бог допускает искушение, как испытание, как проверку веры, вы не должны считать это чем-то странным и сомневаться в вашем защитнике. Смотрите, что происходит с Иовом. Бог позволяет, допускает это испытание. Иов не посчитал это чем-то странным и не усомнился в своем защитнике. Помните, что жена сказала ему? «Это что, награда за твою праведность? Все разрушено, дети мертвы». И вот что Иов ответил своей жене. Тот же Бог Всемогущий долгое время давал нам салаты, а сейчас пришло время питаться горькими листьями. Почему ты жалуешься? Он нисколько не расценивал происходящее как что-то странное и не усомнился в своем защитнике. Давайте спросим себя, какой мотив у сатаны заставить людей плакать. Самое главное, чего добивается сатана, искушая Божьих детей, это свернуть их с их позиции, как детей Божьих. Посмотрите на все, что происходит с вами. Вы сами знаете, что лично у вас происходит. Первое. Сатана стремится разрушить вашу зависимость от Бога. Вы начинаете сетовать. Ах, ничего не понимаю, что происходит. Сегодня наше поколение не понимает, насколько сильно мы нуждаемся в Боге, до тех пор, пока не наступит какая-нибудь критическая ситуация. Мы не знаем, как сильно мы нуждаемся в Боге. Если бы вы могли справиться сами с тем, из-за чего вы здесь, вы бы не озадачивались приходом сюда. Вы признали, что не можете этого сделать. Вы забыли, что вы нуждаетесь в Боге, чтобы улыбаться, чтобы закрыть или открыть глаза. Вам нужен Бог, когда вы одеваетесь. Было такое, когда люди лишь только одевались, и вдруг падали и умирали. Коллега по работе открыл глаза, а потом закрыл, и тут же умер. Вам нужен Бог, чтобы сесть. Порой человек просто присаживается, и это становится концом его жизни. Скажи соседу, мне нужен Бог, чтобы улыбаться, танцевать, чтобы смотреть, спать, есть, чтобы сказать спасибо, чтобы протянуть руку, чтобы одеться. Мне нужен Бог. Я понимаю, насколько сильно я нуждаюсь в Боге. Второе, чего добивается сатана, это чтобы отсоединить вас от обязанностей пред Ним. Вы знали, что у вас есть обязанность. А о чем ты говоришь? Неверность завладевает вашим сердцем. Непослушание. Вы видите Бога в дурном свете. И третье, это разрушить ваше общение с Богом. Это наибольшее, чего добивается сатана. Вы должны остерегаться, чтобы не впасть в искушение. Но если Бог и допустит его, мы не должны думать, что это что-то странное, и усомниться в своем защитнике. Вот в чем проблема, с которой сталкивается сегодня церковь. Если вы сравните, сколько сегодня церковь упоминает имя Иисуса, и сколько сатану, жалуясь на что-либо, то увидите, что имя сатаны упоминается больше, чем имя Иисуса, который является нашим спасителем. Не искушайте дьявола, искушайте вас. Давайте остерегаться духовной гордости, которая является причиной разрушения сегодня. с информацией сегодняшнего дня. Сегодня мы начнем с Татьяну. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин